Всем привет, с вами снова канал Любопыт. И прежде чем продолжить прохождение котики, хочу с вами поговорить. Что-то у меня в последнее время слишком много отписок. Нет, подписчики тоже были новые, но что-то маловато. А вот отписок наоборот, дохренища. Вы что, совсем оборзели? А ну, живо подписывайтесь назад. Ребят, моя репутация и так на волоске висит. Да хотя, что я, это я уж переборщил. Не, на волоске она не висит, потому что я знаю нескольких чуваков, которые от меня точно не отбишутся. На них я могу всегда положиться. Да, и кстати, сейчас в ютубе какой-то клюк появился. С лайками. Знаете какой? Вот, например, поставил я одного ютуберу лайк под видео. Там у него было ноль лайков. Я первый был, кто лайк поставил. Вот стал один лайк. Потом я как-то возвращаюсь это видео еще раз посмотреть, смотрю, а у него там ноль лайков. Хотя я лайк свой не снимал, нет. Я его оставил. Что это за хрень? Не пойму вообще. Не думаю, что здесь можно хоть что-нибудь изменить. Возможно, не знаю, что такое произошло и вообще неизвестно. И не только у там. У меня у самого такая фигня. Только между нами другим не нужно рассказывать. Я себе поставил с трех аккаунтов лайк. Ну, вернее, с двух. Третий. Это не мой аккаунт. Но, в общем, все равно поставил. Это уже проблема, не мое дело. Ты сам знаешь, куда ты идешь? И куда? Ты идешь к нашему предводителю Ли? Короче, вот я и не знаю, что делать. Что это за глюк такой с лайками, я вообще не пойму. Кто тоже является жертвой такого глюка? Напишите в комментарии. Ну ладно, давайте теперь займемся прохождением. Так, мы сейчас идем к Ли. Что нужно сделать, чтобы ты пропустил меня к Ли? А что я должен сделать, чтобы ты пропустил меня к Ли? Ничего. Здесь тебе не старый лагерь. А Ли не такой, как Гомес. Ему не нужна толпа прислужников, за которыми можно спрятаться. Он и сам сможет себя защитить. Мы охраняем его и помогаем только тогда, когда это действительно нужно. Ну и отлично. У меня с ним много болотников. У меня... И еще бы. Отлично. Дал мне полотник. Почитаем, как не гуляю. Не проблема, не мое дело. Каждый раз одна и даже история. Больше не хочу слушать эту букву... Как книгу-то почитать? Это точно не моя проблема. Надо задержать язвы на любами. Надо попытаться прочитать эту книжечку. Больше этого не случится. Если ты думаешь... Здесь никому нельзя доверять. Все время... Если... Давай поговорим о чем... Я не хочу... Больше не хочу слушать эту болтовню. Ясно. Больше не хочу слушать эту болтовню. Поговорим с Ли. Ты глава наемников, да? Да. Ты совершенно прав. Чем занимаются наемники на службе у магов? Что делают наемники на службе у магов? У нас не такая уж сложная работа. Мы должны охранять руду и защищать магов. Иногда маги дают кому-нибудь из нас особые задания. Ясно. Ну... Нужно думать, прежде чем что-нибудь говорить... Ну все, больше здесь нам делать пока нечего. Поэтому уходим из нового лагеря, назад в старый. Не самое лучшее решение. Так, это я не сохранился. Отдаю этому болотник. Вернее, руду. Мордрак. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Так ты говоришь... Не самое лучшее решение. Пока ничего не сделаешь с ним больше. Только поторгуешься. Ладно. Надо возвращаться в старый лагерь. Только по пути загляну на старую шахту. А то я... Столько руды достал и разорился. Но зато опыт получил. Сколько у меня ее осталось? Не так много, но все-таки есть. Больше не хочу слушать эту болтовню. Надо выждать время. Спешка не доведет до добра. Я думал, это уже давно решено. Ну и... Проваливаем отсюда. Давайте уплывем. О, шерсть не вот летает. Ах ты. Ах! Да. Потрепали они меня, конечно, слегонсухи тут. Хотя нет. Рудой можно будет еще раз житься. Поэтому отправляемся сразу в старый лагерь. Короткой дорогой. Через лес. Кротокрысы. Кротокрысы. Ой, сколько тут всего. Ну и... По тропинке. Волчара. Ты нам ничего не сделаешь. А вот и старый лагерь. Грибы растут. Вот и пришли. А вот. Я понял, что... Ну все, теперь мы присоединяемся к старому лагерю. Надо выждать время. Надо рассказать Торусу, что мы избавились от Мордорга. Больше он не сунет сюда свой нос. Было бы лучше, если бы ты убил его. Ну да ладно. Он же сказал, мне все равно, а теперь хочет, чтобы я его убил. Да все. Я уже разобрался. Ну все, идемте к Гамезу. Я пришел, чтобы предложить свои услуги. С чего ты взял, что мне нужны твои услуги? Так, у меня есть связи во всех лагерях. Я много путеше... Да! Так, Коргалом. Коргалом. И... Несколько идолов в лагере Братства. Пара идолов из Братства. И... Ларс. Ларс. И... Несколько фехтовальщиков в новом лагере. Несколько воришек из нового лагеря. Еще. Это были самые влиятельные люди. Это самые влиятельные люди. Неплохо для такого новичка, как ты. Что ж, может быть я дам тебе шанс. Так что ж, я в деле? Это значит, что я принят. Ты прав. Теперь ты один из нас. Иди к Равену. Он все тебе расскажет. Чужие проблемы не мои. Привет. Гамез сказал, я теперь с вами. Гамез сказал, что теперь я работаю на вас. Хорошо. У меня как раз есть для тебя одно задание. Если у тебя действительно хорошие связи, у тебя с ним не возникнет никаких проблем. Что я должен сделать? О, я теперь одет как призрак. Круть. Что я должен сделать? Мы ведем торговлю с братством. Это, конечно, не значит, что мы доверяем этой болотной братье. Пойди в их лагерь. Когда ты будешь там, следи за всем, что там происходит. Запоминай все, что увидишь и услышишь. Это может нам пригодиться. И чем больше ты узнаешь, тем лучше. Надо следить за братством. Ты должен действовать осторожно. Думаю, ты понимаешь, что я имею в виду. Будь спокоен. Я постараюсь не ссориться с ними. Я знал, что ты поймешь меня правильно. Ладно, а где мне найти снаряжение получше? Где здесь можно найти хорошее снаряжение? Иди к Диего. Он даст тебе один из доспехов. Он будет служить тебе опознавательным знаком и защитой от врагов. В нем ты сможешь ходить по всему лагерю. Никто не будет тебя останавливать. А если тебе нужно оружие, поговори со скипом. Ты найдешь его в большом сарае во внутреннем дворе замка, слева от ворота. Как идешь? Рудаков. Больше не хочу слушать меня. Ну и отлично. Отстань от меня. Вообще, как его пропускают вместе со мной к Гамезу? Его должны были задержать. По большому счету. А он со мной везде. Хвостиком ходит. Ладно. Пойдемте. За оружием. Дэн, только у него пока нужного-то оружия нету. За Гамеза! Я просто подумал, что неплохо было бы поговорить с тобой о снаряжении. Если надо, могу кое-что продать. У него руда? Не. У меня. Мой ручный молот мощнее. Мне руда нужна. 600 кусков. За нее мы продадим все, что у нас тут есть. О! Много уже. Ну и еще одну стрелу давайте еще купим. Для чего мне руда? Потому что Диего просто так, как вы уже поняли, броню мне эту не даст. Ему надо будет заплатить 1200 кусков руды. Вот поэтому я и купил себе руду. А сейчас за эту руду приобретем доспех получше. А уж потом можно будет и старую одежду продать. За дорого. За Гамеза! Где я могу достать такой доспех, как у тебя? Оруды у тебя хватит? Конечно, хватит. Вот, бери. Отлично. До встречи. Все. Теперь я настоящий призрак. Ну да ладно. И на этом прохождение завершается. Следить за братством мы будем в следующий раз.